Позолоченная медь, элементы у нас бронзовые, а также натуральные камни и гранаты. Выполнено все вручную нашими студентами. Не просто университетский музей, а настоящая сокровищница – местная оружейная палата. Каждый экспонат – это дипломная работа выпускников кафедры литейного производства ТОГУ. Произведены здесь же, в мастерских вуза. Сейчас мы берем бензиновую горелку и будем производить розжиг. Надежда Славинская когда-то здесь училась, а сейчас сама обучает студентов. Я с детства тяготела к художественным проявлениям, и мне всегда неплохо давались точные науки, поэтому я узнала о такой профессии, что здесь можно проявить себя творчески, и при этом нужен технический склад ума. И это мне подошло. Максим Борец тоже не остановился на бакалавриате. Сейчас учится в магистратуре и параллельно работает инженером на кафедре литейного производства. С детства мне было интересно какое-то тяжелое машиностроение, все эти металлургические производства, токарные винторезные станки. И пользу приносим людям, то есть мы делаем нужные вещи, которые для широкого применения нужны и необходимы. Музей литых предметов, созданных выпускниками кафедры, в этом году участвует в городском конкурсе «Лучший хранитель истории». В составе жюри профессор Анатолий Яскевич на кафедре преподает уже 25 лет. Заслуженный металлург России и почетный гражданин Хабаровска в следующем учебном году он будет обучать очередной набор будущих специалистов литейного дела, которые сейчас очень нужны для развития промышленности в стране. Допустим, дизель. На судостроение нужен дизель. А дизель состоит из 90% из литья чугунного, стального. И как без этого, без литейного производства? Тот же, там же самолеты, вертолеты. Мы когда-то упустили целый ряд возможностей перестройки. Уменьшили выпуск инженеров. Стали выпускать, так сказать, экономистов, юристов. То есть будет ситуация какая? Будут опять продолжать выпускать инженеров, потому что они нужны. У нас сейчас отстало станкостроение, авиастроение, судостроение. Это все нужно для того, чтобы оно продолжало развиваться. Нужны машиностроители. Литейщики у нас в этом году набор, ну, первый за последние три года. В этом году нам дали контрольные цифры приема. 25 человек ведется набор. Основное отличие наших вот этих специальностей в том, что ребята на выпуске, они изготавливают изделия. Духомовцы ювелирные, литейщики или промышленные изделия проектируют, или же художественные литейщики. Выпускников ТОГУ берут в штат крупнейшие промышленные производства России. Их квалификация позволяет работать инженерами по самым разным направлениям. В прошлом году в университете создали высшую школу промышленной инженерии, которая объединила пять профильных кафедр. Познакомиться с их работой могут школьники на экскурсиях в ТОГУ. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.